Ты помнишь, что позже, когда мы уже были в отеле, я сказал тебе, что так жаль, что он не исполнил Смоук. Но на самом деле, он её пел. Да, пел. Но я помню, когда он пел это, я ещё такой, блин, обожаю эту песню, потому что я вспомнил, что мы перед этим смотрели музыкальное видео. И ещё мы вроде бы смотрели выступление вживую. И я запомнил это. Я понял, что это что-то знакомое. Но вот как я не запомнил название этой песни? Он же столько раз пропевал это слово в припеве. Возможно, я просто сильно устал. Возможно. И сейчас мы это всё пересмотрим. Для этого мы тут и собрались. Мне аж не терпится. Да. Субтитры делал DimaTorzok Песня «Голден» — это был грунтовочный слой. Вот когда рисуют картину, сперва наносится грунтовочный слой, для того, чтобы всё было готово к полному погружению в Димашляндию, потому что в этой песне есть всё, из чего состоит его музыка. Там такой попсовый бит. Ну а потом это переходит в нечто такое, что может исполнить только он. Я прав вот это. И это же было кристально чисто. Это такое чистейшее звучание с этим разрастающимся вибрато. И это переключение между куплетом и... Это как припев, но правильно это называется вроде бы постприпев, если уже заморачиваться. Да, это было что-то вне рамок, что-то такое нестандартное. В общем, это была поп-музыка и дальше художество Димаша. Этот звук изливается настолько бесшовно. И сама песня построена очень грамотно. И я помню, когда слушал это, меня там накрыло. Это была только вторая песня. И я уже вовсю слился с этой атмосферой. Кстати, совершенно разное звучание. Это видео снимал человек. К сожалению, не запомнил его имени. Извини меня за это. Можешь написать нам в чат. И это был второй ряд. И когда ты так близко, и визуально всё выглядит намного по-другому. Мы сидели немного дальше. И расположение вашего места очень сильно влияет на качество звука. Да, вообще на всё влияет. Всё это в основном из-за частоты звука. Чем ниже нота, тем больше звуковая волна. И для неё нужно больше пространства. И если вы сидите очень далеко, то вы хорошо слышите низы. А если вы находитесь ближе, то здесь у нас высокие частоты. Мы хорошо слышали Димаша, потому что находились посередине. Но и здесь есть свои плюсы и минусы. Я бы, наверное, убил, чтобы посидеть во втором ряду. У нас были не самые лучшие места. Ну что ж, в следующий раз будем поумнее. То, как они расставили сидения, это же ровная арена. Поэтому перед собой мы видели больше других людей, чем самого Димаша. И это немного сбивало. Нам приходилось смотреть на Димаша через экран. А я хотел видеть его вживую. В этом же и заключается поход на концерт. А вот это место классное. Здесь всё можно разглядеть. Хорошо, давай продолжим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто отлично. Для меня, как для певца, это хороший выбор для второй песни. Это как такая вокальная зарядка для распевки, потому что если ты даже разминал свой голос, все равно хочется, чтобы выступления были более гладкими и постепенно перетекали друг в друга, чтобы достичь до самого пика. В общем, это хороший выбор для второй песни. Здесь и головной голос, и фальцет. Да, очень удобно так делать. И здесь нет особого напора. Если мы будем сравнивать, например, историю одного неба или что-нибудь другое, где было больше напряжения, я имею в виду физическое напряжение на голосовых связках. Вот «Голден» — это такая песня, открывающая концерт. Там больше среднего диапазона. Например, головной голос. Он же растягивает тоненькие связки. Это все равно, что сделать растяжку перед пробежкой. Все прозвучало идеально. Просто совершенно. Продолжение следует...